Мы находимся в Муктинатх. Да, вот Муктинат. Один из таких древних сайтов, или как сейчас принято говорить, мест силы. Куда ходят пилигримы даже из Индии. То есть сейчас, на данный момент, это один из 108 значимых шринов, ну или храмов, которые вообще нужно посетить. И один из главных вообще во всем Непале, да и в Индии тоже, Вишну Темпов. Ну а нам, понятное дело, можно, как обычно, наблюдать незамысловатое устройство Вселенной. Как все это работает, и как это все устроено. Ну, Далагири, Будда... В общем, если вам кто-то скажет, особенно из наших соотечественников, что он понимает хиндуизм, надо ему плюнуть в глаза сразу же. Потому что хиндуизм, это, во-первых, это течение, а не система. И понимать его, это, ну, скажем так, слегка самонадеянно. И вот этот момент осознания того, что никакой системы нет. Ни философской, ни тем более оклонаучной. Есть просто, как сказать, набор легенд и историй. И бла-бла-бла. То есть, по-русски это можно сформулировать от себя, тяно и кто во что гораст. То есть, кроме шуток, у каждого шрина, у каждого региона есть свой набор легенд. Есть своя мифология, что и как нужно делать. Нет никакого записанного кодекса, что нужно делать так, а не иначе. Или правильно понимать или думать так, а не иначе. Абсолютно, абсолютно все принимается. И именно в этом популярность и живучесть хинду-традиции. То есть, в буквальном смысле, кто во что гораст. И вот, когда, допустим, приходят люди на такой вот сайт совершать омовение. Каждый человек вкладывает свою, собственно, как сказать... Все ритуалы исполняются по-разному. Каждый вкладывает свой смысл. Что он делает и почему. Как он считает правильно. Кто-то окунается. Кто-то, я не знаю, там, сверху себя водой поливает. Кто-то еще делает. Кто-то пьет. Кто-то, я не знаю, там, что делать. И это работает, потому что вокруг тебя всегда еще, ну не знаю, сотни или тысячи людей, которые с одухотворенными светящимися лицами делают что-то подобное. И наша природа, наша биология, нейрофизиология устроена так, что если мы видим, что вокруг нас такие же, как мы, что-то делают, это значит, это правильно, это значит, это хорошо и можно. Поэтому убедить человека, что все это просто, как сказать, как сейчас говорят флешмоб, это, разумеется, невозможно. Никто не поверит. Потому что все что-то ощущают. Но чувства, так же, как и мысли, они не выходят за пределы твоей головы. И они влияют ни на что снаружи, влияют только на твое же собственное состояние и мировоззрение внутри. И никак не связаны с тем, что снаружи. Но объяснить это людям, опять же, они не хотят. Им нравятся их простые модели, которые удобно уложены в них в голове. И они понимают, что да, можно прийти, совершить омолвение и смыть. Буквально за 10 минут смыть все прошлое, смыть все плохое, переодеться в чистое и заново переродиться. Понятно, что такие наивные представления есть во всех культурах. Русская баня, одеть чистое и так далее, это ровно то же самое. Но это лишний раз подтверждает тот факт, что это просто такие незамысловатые идеи, незамысловатые ритуалы. И если только их пытаться усложнить, если только попробовать сделать, например, то, что делал этот самый, как его, вылетел из головы. Человек, который основал школу Веданта, то есть систематизировал Панишады, то сразу получается, что у него практически нет последователей. То есть если сейчас спросить всех хинду-пилигримов, которые сюда приехали сегодня, что такое Веданта и кто такой чувак, имя которого я забыл, то большинство из них просто посмотрят на нас, как на глупых туристов. А если, например, спросить, я не знаю, как правильно окунаться, то не будет недостатка в Советах. И важно понимать, что хиндуизм – это именно вот это. Это не отдельно шиваизм, не отдельно вишнуизм, не тем более Хари Кришна, Боже упаси. Хари Кришна – это маленькая-маленькая секта в хиндуизме, которую большинство людей даже не слышали. Кришна, разумеется, известен, он герой Бавард-гиты, но вот именно поклонение ему Хари Кришна, пляшущие вот эти вот ребята – это секта, она в Индии практически неизвестна. Кришна известен, разумеется, как у нас Илья Мурамис, а пляшущей человечки нет.